Это не стоянка грузовых машин, это обыкновенная, как бы это странно ни звучало, уже привычная очередь из фур перед КПП «Активек» на границе с Казахстаном. Машины стоят в несколько рядов, очередь протяженностью несколько километров в эту сторону и столько же в другую. И судя по тому, что машины двигаются 10-15 метров каждый час, ситуация с досмотрами на КПП «Харасу» в Казахстане мало изменилась. С утра здесь скопилось порядка 200 фур. Длиннющая очередь из грузовиков начинается еще на трассе Бишкек-Нарын-Торугард в нескольких километрах до поворота в сторону контрольно-пропускного пункта. Два ряда справа и один слева. Посередине узкий коридор. Если две встречные фуры упрутся друг к другу, возникает жуткая пробка, как это было прошлой ночью, говорят водители. Поэтому теперь здесь дежурит патрульная машина. Дальнобойщик Юсуп Кадыров в очередь встал вчера днем. За сутки его фура продвинулась не так уж и много. Вот сколько раз мы проезжаем в Астон, задержка в Казахстане, в налоговом. Ну у нас здесь, допустим, все электронно в виде же, правильно? А там у них вот сидят, в компьютере печатают, и время задержка в этом. А сейчас придумали какие-то проходы посередке делать. А сейчас здесь гружон из контейнера, какие проходы я сделаю? Рентген же у них для этого же есть. И вот с вчерашнего обеда, после обеда встали, до суббора двигаемся здесь. На цветофоре мы стояли. Вот, пожалуйста, до суббора идем и не двигаемся. Всю ночь не спали, по чуть-чуть, по чуть-чуть, каждый метр двигались бы. А вот Сюенбеку Сагынбекову повезло меньше. Он здесь практически уже живет 11-е сутки. Да-да, живем в единственном туалете, душа нет внутри кабины. А так в кабину проходит наша жизнь. Здесь спим. Если напарник, то сверху. Днем стало тепло, но по ночам холодно. Приходится заводить двигатель, чтобы согреть кабину. А это расход топлива. Машина Сюенбекова стоит в правом ряду. В правом ряду это те, у кого в грузовом отсеке нет так называемого технологического прохода. Водители говорят, казахстанские таможенники по-прежнему требуют обеспечить его. Грузился я где-то, ну уже 10 дней прошло. 9-го, 10-го числа я грузился. А причину конкретно, ну мы слышали, как бы, да, рене не работает и проход требует. Вот вся причина. А груз везется, на Россию это как бы транзитный груз. Не в Казахстан, а на Россию везем. А что вы везете? ТМП, товар из Китая, товар народного потребления. А у вас нету прохода? Нету. Ну у меня же машина кубатурная. Легкий груз, да, как скажем. Груз легкий. А там, если делать проход, там, что мы будем везти-то? В очереди стоят не только кыргызские грузоперевозчики, но и казахстанские. До пункта Карасу здесь все, что называется, в одной тарелке. Независимо от гражданства или принадлежности груза к той или иной стране. Кстати, здесь же почему-то в очередь встают и порожние грузовые фуры. Традиционно их прежде пропускали через пункт Кенгбулун. Водители все страдают здесь. То, что не можем проехать таможню. А документы у нас все в порядке. А что вы везете из Кыргызстана? Куда вы идете? Ну, я пустой контейнер везу. Отметим, такие заторы грузовых машин на границе с Казахстаном наблюдаются уже с конца января. Несколько недель назад Ассоциация грузоперевозчиков и экспортеров Кыргызстана заявила о творящихся бесчинствах со стороны таможенников Казахстана. На прошлой неделе в Алматы прошли межправительственные переговоры. И соседи вроде договорились отменить требования об обеспечении технологического прохода в фурах. Договорились также беспрепятственно, без проведения контрольно-досмотровых мероприятий пропускать всех грузоперевозчиков, у кого есть в наличии распечатанная электронная счет-фактура с QR-кодом на перевозимый товар. Дальнобойщики говорят, договориться чиновники двух стран, конечно, сумели. Но им от этого все равно легче и быстрее переходить границу не стало. Манас Ачгитов, Аделет Чокоев, НТС. Субтитры создавал DimaTorzok